Всем доброго дня! Это Гелиосар и всеобщая история древнего мира. В двух словах, на пальцах. Параграф 38. В афинских школах и гимназиях. В предыдущей главе я уже рассказывал, что Афины достигли небывалого расцвета, но небывалый расцвет ремесла и торговли был бы невозможен, если бы афиняне не учились и не изучали в школах различные науки, не учились писать и считать. До 7 лет дети в Афинах, особенно в зажиточных семьях, они только играли. Играли и развлекались. Ну, самые разные игры, какие тогда были. Но после 7 лет, как только 7 лет по сути исполнялось, в доме зажиточных людей появлялся специальный раб, который назывался педагог. В переводе с греческого слово педагог означает сопровождающий ребенка. Вот этот самый педагог ежедневно водил ребенка, мальчика, конечно, в школу. В афинских школах учились мальчики, девочки учились дома. Вот педагог водил мальчиков в школу, переносил письменные принадлежности и музыкальные инструменты, которые могли быть довольно-таки все-таки тяжелыми для 7-летнего ребенка. Дома же этот самый педагог обучал ребенка хорошим манерам. Например, ничего не брать самому за столом, не класть ногу на ногу, громко не смеяться, при появлении старших вставать, а при малейшем непослушании своего воспитанника ребенка брался за розгу. Розга – это такой тонкий прутик, которым можно очень больно ударить. И вот тогда это было вполне себе в порядке вещей. Несмотря на то, что педагог был рабом, возможно, прав у него было все-таки немножко больше в доме. Обычно это был уже пожилой раб, или раб, который потерял руку или ногу, то есть он не мог практически ничего делать, он мог даже достаточно плохо говорить по-гречески, но при этом он хорошо знал законы и правила. В самих школах занятия начинались достаточно рано, практически на расцвете. Учитель в каждом классе ходил с плеткой, даже не с розгой, а с плеткой, которой он мог еще более жестко и жестоко наказывать учеников, которые плохо учились или пытались там поболтать на уроке. Учил этот самый учитель одним из главных и первых слов, которые нужно было записать. Это невежда, самая дикая и существенная земля. Невежда – это человек, который ничему не учился. Это невежда. Самая дикая и существенная земля. Эти слова младшие школьники должны были выводить на дощечках, которые натирались воском. Воск, в отличие от глины, тоже, он хоть и мягкий, но он не высыхает и легче стирается. То есть, его на этом самом воске, на этих табличках, на них буквы выдавливали острым концом металлической или костяной палочки. Эта палочка называется стиль или стило. Другим плоским концом, то есть, у этого стиля, у него один конец был заостренный, а другой, наоборот, был такой, как... Был плоский, как весло. Естественно, такое очень маленькое. Которым можно было стереть написанное, потому что воск, ну, он достаточно мягкий, можно это сделать, если допускалась ошибка. Старшим же ученикам, которые уже научились писать, им разрешали использовать папирус и некое перо, ну, павочка такая, из тростника, чтобы, опять-таки, писать. В школах Афин учили читать, писать, считать, рисовать. Прививали любовь к стихам Гомера, то есть, надо было обязательно знать хотя бы несколько стихов Гомера, а лучше знать несколько его поэм. Ну, и не только его были, и другие поэты. В Греции встречались люди, которые могли наизусть в школе выучить огромную поэму Илиаду и Одиссею. Дети овладевали, изучали игру на флейте и других музыкальных инструментах. Они учились хорошо петь. Афиняне утверждали, что без любви к музыке нельзя стать настоящим человеком. И, определенно, конечно, они были правы. Каникулы были весной, но также школьники не посещали школу в годовщину побед при марафоне и Соломине. Также не учились и в дни праздников, которые были посвящены греческим богам. Плата за обучение в школах была невелика, но так как учеников было достаточно много, то учителям вполне хватало на неплохую жизнь. Для девочек, как я уже говорил, школ не было. Девочки учились дома. Ну, всему, что, собственно говоря, умели их матери. И самому главному. Их, конечно, учили, как писать, считать. Это было обязательно. Их учили пению, танцем. Но главное, как управлять домом. Причем под управлением домом. Умеется в виду не столько там уборка, но, или там готовка. А как правильно следить, чтобы слуги все делали так, как полагается. Если с 12 лет учение продолжалось, как в школе, но появлялись дополнительные задания у мальчиков, они начинали посещать палестру. Палестра – это вроде спортивной школы. В палестрах занимались гимнастикой, борьбой, бегом, прыжками, метанием копья и диска. Ну, всем тем, что нужно было на Олимпийских играх. Эта школа называлась Палестерой от слова «Пали» – борьба. В хорошую погоду ученики тренировались под открытым небом в обширном дворе. Ну, а если погода была не очень, дули сильные ветра или даже дождь какой-то шел, то они уходили под крышу портиков, которые окружали этот двор. Ну, мальчики, естественно, тренировки все, как и полагалось в Греции, как и на Олимпийских играх, все спортсмены, в том числе ученики, они занимались абсолютно голыми, и при этом они смазывали свои тела оливковым маслом, чтобы в случае, если, например, шла борьба, чтобы тело было скользким, и было как можно сложнее ухватиться, и, например, перевернуть, как изображено на этой картинке, бросить на землю. Проигравшим считался тот, кто трижды оказывался на земле, то есть тот, кто трижды падал на землю. Естественно, что за учениками следил хороший учитель с палкой, который мог хорошенечко так ударить, если кто-то нарушал правила. В Палестрах всегда стояли статуи атлетов работы великих греческих мастеров. Известна одна очень известная, всемирно известная статуя, метателя Диско, которую создал скульптор Мирон. Вот эта статуя, она называется Дискобол. Вот она. Ее создал скульптор Мирон. Вот, также есть, например, статуя Копьеносца, которую создал другой великий скульптор Поликлет. А, Поликлет, извиняюсь. Поликлет. Вот, на этих скульптурах как бы показывалось, какими должны быть прекрасные атлеты, и к чему должны стремиться греки. Если же после окончания школы Палестрея уже гражданин Афин хотел продолжить обучение, то он мог начать ходить в афинские гимназии. Ну, они назывались гимнасии. Ну, сейчас мы их знаем как гимназии. Вот. Они могли ходить туда. Всего этих афинских гимнасиев было три. Они располагались за городом, среди зеленых деревьев и лугов. Имели площадки для упражнений атлетов, бассейны, помещения для отдыха и бесед. В гимназиях было много залов, целых больших классов, где перед учениками, ну, уже вполне взрослыми, как бы студентами почти, выступали известные ученые. Они рассказывали, как они представляют себе строение Вселенной, что знают о Земле, предлагали планы по созданию каких-то образцов, вы государств выдвигали идеи какие-то. В гимназиях было самое главное обучение красноречию, умению красиво говорить. Причем красиво говорить имеются в виду не просто красивые слова, а еще и слова, которые правильно связывались с мыслом между собой, очень красиво и четко излагая общие мысли говорящего. Вот, это было одно из главных, чему обучали в этих самых гимназиях, и это было очень востребовано в Афинах, потому что там было правление демократии, правление народа. Что ж, объясняем значение слов. Стиль. Это такая заостренная палочка, которую писали на вощенных, на дощечках, которые покрывались доском, покрывались воском. Это аналог древней бумаги или глиняных табличек. Только в отличие от глиняных табличек, с таких вот восковых дощечек можно было этим самым стилем, с одной стороны оно было острое, с другой плоское, можно было стирать обратной стороной, если была ошибка. Палестро. Это вторая школа, это такая спортивная школа, куда начинали ходить афинские школьники с 12 лет. Там обучались спортивным дисциплинам. Гимназий. Что-то вроде такого современного института. Гимназий посещали уже взрослые афиняне, чтобы либо заниматься спортом, развивать себя в спорте, либо учиться красноречию. Это были такие основные, хотя, конечно, там были и другие занятия. Проверяем себя. Кого в Древней Греции называли педагогами? В дословном переводе педагог – это сопровождающий ребенка. Это были рабы, ну или преданные слуги, которые сопровождали ребенка в школу, а после школы следили и обучали, следили за ребенком и обучали его хорошим манерам. Ну и в чем состояли их обязанности, я уже рассказал. Чем и на чем писали школьники? Школьники писали на дощечках, которые были покрыты воском, и писали они заостренными палочками, которые с одной стороны были заострены, и с другой стороны был плоский конец, которым можно было стирать в случае ошибки, написанной с дощечки, покрытой воском. Чему учили в афинских школах? Читать, писать, считать, поэзия, то есть произведениям греческих поэтов, стихам различным, музыке, где мальчиков обучали гимнастике. В палестрах, где взрослые афиняне могли пополнить свои знания и заниматься гимнастикой. В гимнасиях. Кому принадлежат имена? Мирон и Поликлет. Известнейшим скульпторам, то есть тем ремесленникам, которые из камня могли сделать очень красивую статую. Чем прославились эти греки? Несколькими они создали множество статуи, но самыми известными у них, у Мирона является статуя Дискобола, а у Поликлета статуя Копьеносца. Продолжение следует...